Тихановская забыла, что президент Беларуси ее спас от этой сакральной жертвы. Я рассказывал, вот он сидит, когда я вызвал его практически поздно вечером, и говорю, немедленно снимай с улиц самое боевое подразделение и возьми под контроль штаб так называемой оппозиции. В противном случае будет беда. Мы с ним это видели. И была задача переодеть наших ребят из Альфы и в то же время, засветившись там, аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб. Это же 50 человек иностранных журналистов, всех туда свезли вместе с этой Тихановской и другими. Так называемой охране Тихановского был бывший сотрудник то ли милиции, то ли еще какой-то. И он позвонил в МВД, просто он усек, что что-то не то происходит. Зачем собрали в одном доме столько людей? Его это насторожило. Как в народе говорят, чуйка сработала. И он позвонил Караеву. И тогда я снял 120 человек с этих улиц, которые там работали по отморозкам, по этим, для того, чтобы не дать совершить это преступление. Замысел был типа Одессы. Поджечь штаб и обвинить власть. Назавтра Тихановская позвонила Караеву, попросилась на прием. Он мне доложил. Я отправил туда двух человек. Его первого заместителя и руководителя ОАЦ. В целом, просьба была одна. Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси, будет беда. Мы понимали, что может быть беда? И я отдал распоряжение, мы под охраной, по ее желанию, с людьми, которые она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли ее в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег для того, чтобы там прожить, я распорядился, с госпредприятием взяли 15 тысяч долларов и ей отдали. Большое спасибо вам, на шею, плакала, вывезли. Более того, я отдал распоряжение нашему посольству в Литве, чтобы помогли ей во всем. В том числе, если нужно новую квартиру там снять, там и так далее, и тому подобное. Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Все остальное вы знаете. Вот чтобы вы знали, что произошло в то время. Этой сакральной жертвой не случилось. А представьте, если бы это произошло. Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Вопрос стоял о жизни и смерти. И это было ее желание. Спасибо.